привет привет мои творческие подписчики творческие гости моего канала мне срочно нужна планшетка можно расписать любую досточку для кухни кухонную досточку также вы можете нарисовать со мной этот рисунок на простой бумаге я возьму акриловый лак можете взять акриловую краску и простую кисточку не художественную покрываю акриловым лаком свою планшетку с обоих сторон жду пока высохнет и можно покрыть даже на второй слой все подсохло берем кисточки у меня кисточки синтетика кисточки акриловые возьмем шестерку двоечку пятерку в общем берите те кисточки которыми вам удобно рисовать возьму вот такую большую кисть это двадцатка ну и самую тоненькую кисточку нулевку или единичку это для тонких линий акриловые краски могут быть вот в таких маленьких тюбичков можно подобрать палитру самостоятельно краски могут быть матовые глянцевые очень красиво блестят как будто это фотографии а также бывают краски акриловые вот в таких вот тюбиках они с очень хорошим перекрытием я даже одежду ими расписываю и вот в таких больших тюбиков тоже поштучно нужно палитра можно обойтись без нее я возьму красочки глянцевые хочу чтоб все красиво красиво блестела можно купить вот такие вот перламутровые краски бирюзовые черненькие красочки подбираем палитру те цвета которые вам нужны для рисунка открываем и приступаем колдовать начинаем со светлых красочек хотя без разницы смотрите сами как вам угодно рисунок очень очень простой но проще не придумаешь справиться даже малыш я добавляю сразу белую краску это будет стол и покрываем желтой краской и высветлю вот здесь вот чуть-чуть как будто солнышко дневной свет попадает добавлю немножко оранжевый можете воспользоваться красной краской немного затемняем края как будто это бортик стола здесь будет стоять аквариум и будет давать тень на столе поэтому тоже чуть-чуть по краям подтемняем ну и достаточно здесь немножко потемню а вот здесь вот высветлю в общем вы подумайте откуда у вас падает свет какие предметы могут давать тень рисуночек простой 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 вы легко сможете его нарисовать кисточку хорошенько промываем и вытираем туалетной бумагой кисточки от акрила промываем сразу хорошенько хорошенько вытерли берем синюю краску и покрываем всю оставшуюся поверхность синей краской я немного добавлю водички но с этих баночек можно краску не разбавлять сразу возьмем и добавим белую немножко посередке высветлим акрил очень быстро засыхает поэтому если вы смешиваете цвета то смешивайте их сразу я покажу как их можно смешать даже после того как акрил высохнет вокруг стола затемняем у нас там тоже тень посередке высветляем вот что у нас получилось ну совсем просто еще чуть-чуть добавлю посередке белого у нас там будет аквариум стоять в нем плавать рыбка и нарисуем смешную собачку очень очень просто а какой классный подарок будет если вы вот так распишите доску можете расписать доску маме бабушки друзьям красочки акриловые сразу закрываем они очень быстро высыхают плотно плотно закрыли убрали в сторону подождали пока все высохнет можно сразу рисовать бирюзовыми красками если у вас есть в палитре если нету то будем работать совсем короткой палитры взяла кисточку шестерку синюю краску и зеленую краску смешиваем между собой добавляем белый и получаем бирюзовый цвет все очень просто готова аквариум у нас будет стоять посередине стола рисуем полосу и от нее кружочек закрашиваем готова мы сейчас в египте находимся там кто-то кричит на своем языке возможно вам слышно рисуем верхнюю часть аквариума тоже небольшой овальчик получился вот такой вот горшок готова берем белую краску и обводим верхний овал полностью по контуру не обязательно очень ровно смотрите у нас отделяется аквариум появляются блики оттенки снизу все подтемняем сбоку и внутри немножко подтемняем темно-бирюзовой краской можно добавить побольше синего и водичку разукрасить более темным цветом рисунок детский но немножко мы добавили объемов и водичку покрасим внутри прям кисточку ребром положили нарисовали несколько полосочек готова похоже на водичку по моему похоже чтобы палитра не сохла я пользуюсь пульверизатором беру черную краску вот здесь у нас будет собачка смотрите чтоб нос собачки был прямо перед аквариумом если стол будет подлиннее у вас бумажка будет подлиннее эту мордочку рисуем подлиннее снизу нарисовали треугольник от него длинную полосочку шею и рисуем овал голову и вот такой вот клювик это будет собачья морда все очень просто нарисует маленький даже трехлетний ребенок можно нарисовать ребром кисточки ушки такие смешные ушки тонкие и второе ушко и ребром кисточки вот так вот прорисовать несколько шерстинок собачка будет смешная нелепая это нам и нужно все в принципе готова подкрашиваем где там хочется прорисуем шерстинки можно взять более тонкую кисточку ждем пока высохнет а пока нарисуем рыбу конечно рыбку лучше нарисовать сначала белым цветом а потом подождать пока высохнет и сверху прорисовывать оранжевым я рискну сделать вот так вот наша же рыбка в воде какая-то особая яркость нам не нужно впереди рисуем носик сзади рисуем хвостик очень просто две полоски овальных нарисовали полукруглых и вот вам хвостик и вот здесь вот будет плавничок любого размера любой формы рыбки все разные получилась золотая рыбка и вот здесь еще плавничок нарисуем готова и тень столик у нас желтый соответственно тень будет более темно сейчас я покажу как по высохшей красочке сделать переход вот нарисовали оранжевым ее хуже не растушевать в краску поэтому берем опять основной желтый цвет и начинаем делать растушевку тень вытянутая поэтому чуть-чуть вытягиваем ее и добавлю немного черный совсем немножко можно смешать на палитре у нас падает тень от аквариума поэтому прорисовываем и четких линий делать не нужно тень у нас размытая и вбиваем ее вкрашиваем наш оранжевый и желтый цвет тень от собачки немножко у нас на столе и от рыбки берем красную краску тоже можно сначала сделать беленький подмалевок а только сверху уже рисовать красную краску и рисуем шарик носик можете сделать сердечко треугольничек в общем как хотите получается рыбка собачка у нас будут целоваться очень любопытно можно взять желтую краску рыбка у нас золотая и проставить блики желтым цветом можно прорисовать чешуйки здесь уж как хотите все равно у вас получится очень и очень красивая рыбка опять думаем где у нас освещение куда у нас попадает освещение сверху плавничков на лоб рыбки и вот здесь у собаки еще нарисуем большой большой глаз удивленная собака опять же обязательно делаем белый подмалевок я поторопилась не сделала думал нанесу несколько слоев а нет так не получится то есть сначала нарисовали белым глаз ждем пока высохнет и только потом сверху разукрашиваем желтым цветом у меня даже два слоя желтой краски не перекрыла глазик поэтому мне пришлось нарисовать белым я это не стала снимать берем черную краску и делаем тени от бортика аквариума и под бортиком выводим рыбку эти контуры которые нам хочется можем обвести абсолютно все детки очень любят обводить хотите подождите пока высохнет возьмите перманентный маркер и обведите все контуры маркером обвели берем белую красочку у собачки тоже сделайте белой краской подмалевок на глазики что-то попало рисуем белый глазик и ждем пока высохнет можно сделать большого и большой глазу ну и сделаем поярче блики от освещения то есть опять подумали подумали он откуда у нас падает свет и поставили беленькие точечки полосочки все равно будет красиво не переживайте можно белым наметить в нескольких местах вот так вот шерстку тонкой кисточкой прорисовали тоже видите шерстку подсветилась нарисую усики такие шикарные усы смотрите начали и оторвали краю кисточку и точечки поставлю осталось нарисовать зрачки у меня глаза еще не высохли у моих животин нужно подождать пока высохнет рисуем большие зрачки обводим глазки обводим те контуры которые нам хочется детки у меня на курсах постоянно зверюгом рисуют ресницы и ставим блики в глазках вот такая планшетка для рисования у меня получилось можете сделать кухонную доску а можете просто нарисовать такой рисунок в альбоме или сделать картину вот сюда я буду прикреплять бумагу для пастели на ту сторону будут любоваться все кто смотрит как я рисую булавочку прищепку иголочку вы можете использовать абсолютно любую и пока пока дорогие мои до новых встреч